Всем привет! Сегодня поговорим о видеоэндоскопах. Видеоэндоскопы являются одним из самых показательных инструментов в автомобильной диагностике, потому что благодаря ним можно видеть не условно какие-то коды ошибок, а непосредственно наблюдать саму причину неисправности. Здесь у нас представлен достаточно большой список различных эндоскопов, но начнем по порядку, пожалуй, с самой бюджетной модели. Представляете себе эндоскоп данный, это гибкий зонд. Диаметр такого эндоскопа 5,5 мм. Подключать его можно как к компьютеру, так и с помощью различных переходников к телефону на системе Android через microUSB, либо через более актуальный разъем USB Type-C. Для телефонов на iOS нужен эндоскоп с Wi-Fi модулем, тогда он будет работать. Данный эндоскоп, он хоть самый бюджетный, но при этом достаточно удобное воспользование, можно его подключить к вашему мобильному устройству через переходник. Главное, чтобы у вас поддерживал функцию OTG, то есть, чтобы у вас телефон мог поддерживать различные мышки, клавиатуры, флешки, тогда все будет прекрасно работать, будет подаваться питание на данный эндоскоп. Видим, что сразу загорелся светодиод, светодиодная подсветка эндоскопа, которую можно регулировать с помощью колесика. То есть, можно делать ее более тусклой или более яркой. В качестве изображения сделаем сейчас снимок экрана, запись экрана через программу для телефонов, которая есть в свободном доступе, называется Inscam. Так, проверяем работу данного эндоскопа через мобильную программу Inscam. Видим, что текст, в принципе, читается. Ну, какие-то царапины на покрытии стола тоже видны. Резкость изображения, конечно, не очень четкая, но при этом это позволяет увидеть общую картину в целом. Так, что хочется сказать про данный эндоскоп. Стоит он недорого, самая бюджетная модель. Конечно, какие-то мелкие царапины в цилиндре с помощью него не увидишь, но зато с помощью него для личного использования можно посмотреть, например, состояние, ну, есть ли откуда-то протечка, вот, либо, не дай бог, в цилиндр, что-то попало. То есть можно посмотреть и обнаружить какую-то постороннюю деталь. Также у него идет в комплекте с данным эндоскопом набор такой специальный. В наборе присутствует зеркальце, чтобы можно посмотреть, ну, куда-нибудь за угол заглянуть. И различные крючки. Простой крючок и крючок с магнитиком. Если вот, не дай бог, в цилиндр какой-нибудь болтик или еще какая-нибудь там деталька упадет, чтобы была бы хоть какая-то возможность, ну, эту лишнюю деталь оттуда и извлечь. Так что для себя вполне себе неплохой вариант данного эндоскопа. Следующая модель, это у нас уже идет от фирмы Lounge. Вставляется эндоскоп вот в данной коробке. У него также присутствуют зеркальце, крючки. Ну, в чем его особенность? То, что качество изображения у него получше и у него такой полужесткий зонд. То есть можно придать какую-то форму данному зонду и ее зафиксировать. Также у него присутствует колесико для регулировки яркости подсветки и кнопка для снимка экрана. Качество изображения данного эндоскопа сейчас тоже через мобильный телефон покажем. Проверяем работу эндоскопа фирмы Lounge через мобильное приложение. Изображение более резкое. Надеюсь, на видео это можно разглядеть. Что хотелось сказать по данному эндоскопу. Данная модель подойдет, если вам необходим вариант, с полужестким зондом. Ну и качество изображения у него немного лучше. Далее переходим к эндоскопу от фирмы Outel. Outel это достаточно известная фирма. Занимается она в основном выпусканием приборов для диагностики автомобилей. Но они достаточно распространены. И эндоскопы они тоже изготавливают. Данный эндоскоп называется Outel Maxi Video MV108. 108 означает, что у него диаметр зонда 8 мм. Ну а также есть еще модель называется MV105. Там диаметр зонда 5,5 мм. Из особенностей данного эндоскопа в том, что также он имеет полужесткий зонд, который фиксирует свою форму. Но, к сожалению, так как этот сканер, точнее этот эндоскоп предназначен для сканера Outel MaxiSys, у него нет возможности регулировать подсветку зонда. То есть уровень яркости подсветки тут никак не выставить. Возможно, эта функция доступна только в самом сканере Outel, но, к сожалению, другим устройствам нет возможности настроить яркость зонда. Но, как вариант, если у вас есть данный сканер, ну, либо его, например, не хотите использовать, а под рукой у вас, например, только мобильный телефон, можно использовать какой-нибудь переходник копеечный также для телефона и подключить уже к мобильному устройству, там, к планшету, либо к телефону. И также использовать для диагностики. Ну, как показывает себя данный эндоскоп, это будет в следующем эпизоде нашего видео. Тестируем эндоскоп от фирмы Outel. Как-то так. Что хотелось бы сказать о эндоскопе Outel. Если у вас есть диагностический сканер Outel MaxiSys, то данный эндоскоп имеет место быть. Но покупать отдельно для вашего телефона и планшета, наверное, не стоит. Можно присмотреться к более бюджетным моделям. Ну, давайте тогда перейдем к следующему эндоскопу. Ну, он тоже от фирмы Outel. Его особенность в том, что он сам по себе имеет уже автономный экран. Его не нужно подсоединять ни к какому там телефону, планшету. Просто включаете и работаете. Модель называется Outel Maxi Video MV400. Имеет он такой зонт диаметром 5,5 миллиметра. Тоже он полужесткий. И можно наблюдать, уже диагностировать в режиме реального времени. То есть наблюдать уже картину на дисплее самого данного эндоскопа. Стрелочками влево и вправо можно регулировать уровень подсветки эндоскопа. Вверх и вниз. Это у нас идет цифровое увеличение. Здесь можно использовать карту памяти microSD. И записывать фото и видео с данного эндоскопа. То есть помимо, ну, как наблюдать в режиме реального времени, можно делать также записи видео. То есть это идет уже автономный эндоскоп. Перейдем к эндоскопам уже от фирмы J-PROB. J-PROB это отечественная фирма. Она уже создает профессиональные эндоскопы для, например, автоподбора часто их используют. Либо в автосервисах. Рассмотрим тогда тоже автономную модель от фирмы J-PROB. Называется J-PROB DT. Поставляется он тоже в данном кейсе. Инструкция. И переходники различные. И, собственно, сам эндоскоп. У него присутствует уже планшет. Экрана у него больше. Включается он очень быстро. Но главная его особенность в том, что не только он автономный, а то, что у него присутствуют две камеры. Ну, для камеры именно у его зонда. То есть одна идет она прямо, а другая камера идет у него сбоку. Собственно, благодаря этому можно более полноценно увидеть картину цилиндра либо клапана. Видно, что идет у него подсветка. Подсветку можно регулировать нажатиями. Переключение с одной камеры на другую происходит причем нажатия на данную кнопку. И при этом идет переключение. И также идет подсветка уже с другой стороны. То есть до этого подсветка была напрямую. Теперь идет она сбоку. И изображение сразу поменялось. Изображение... Качество изображения очень высокое. Разрешение тут идет качество фото Full HD. Где запись видео HD. Но при этом качество корсинки, резкость на очень хорошем уровне. Ну, помимо всего этого, собственно, тут большой дисплей, как повторюсь. Также тут можно использовать карту памяти для записи видео. И заряжается он уже не через mini-USB, а через актуальный разъем USB Type-C. Также здесь можно делать снимки. Ну, в общем, такая модель достаточно интересная. Стоит она примерно так же, как отель. Но при этом имеет большой ряд преимуществ. Сейчас рассмотрим эндоскоп. Называется он J-PROP ST. Эта модель, она у нас самая популярная среди людей, которые занимаются автоподбором. Главная его особенность... Ну, во-первых, то, что у него очень высокое качество изображения. Это будет показано на видео дальше. И главная его особенность в том, что можно быстро, например, открутить свечу, разместить этот эндоскоп в цилиндр и с помощью нажатия на одну кнопку повернуть зонт эндоскопа, его носик, до 180 градусов. То есть этот эндоскоп имеет ратикуляцию. Можно управлять уровнем наклона гибкого носика. Стоит данный эндоскоп больше, чем на многие другие модели. Но при этом он экономит ваше время и позволяет максимально объективно посмотреть проблему. То есть это идет уже у нас профессиональный инструмент. В комплекте также с ним идут переходники для подключения, различные вот такие насадки резиновые. Они необходимы для вот этого гибкого носика. И инструмент для более удобной смены вот этих резиновых насадок. Вставляется в таком кейсе. И давайте посмотрим тогда изображение, ну как это показывает данный эндоскоп через мобильный телефон. Проверяем эндоскоп J-PROP ST. Постараюсь не шатать данный эндоскоп. Видно, что изображение у него самое лучшее. Светодиоды яркие. Качество четкое. Ну и с помощью нажатия на кнопку можно изменить угол наклона эндоскопа. Точнее, его гибкого носика. С помощью данного эндоскопа можно максимально быстро посмотреть состояние клапанов, цилиндра и качество изображения данного эндоскопа на очень высоком уровне. В использовании он прост и управление максимально понятен. Нажали кнопку и поменяли угол изображения. Так, и перейдем к самой дорогой модели. Это у нас идет J-PROP NT. Также он поставляется в кейсе для хранения и переноски. Также он имеет артикуляцию в виде гибкого носика. Но его особенность в том, что сам зонд идет полностью гибкий. То есть можно уже им попасть в труднодоступные места. Эта модель идет на стандарт фокус. Ну, собственно, там фокусное расстояние от 30 до 100 мм. В качестве изображений давайте посмотрим дальше. Тестируем эндоскоп J-PROP NT. Качество изображения хорошее. фокусировка. Ну, и также с помощью нажатия кнопки можно регулировать угол наклона. Так, это у нас J-PROP NT. Так, рассмотрели мы качество изображения эндоскопа J-PROP NT. И что хотелось бы по нему сказать. Стоит данная модель на сегодняшний день 38 500 рублей. Да, не дешево, но все-таки это у нас профессиональный инструмент, а на инструментах, как говорится, экономить не стоит. Присутствуют и более дешевые варианты данного эндоскопа. но данная модель у нас идет J-PROP NT HD 1-8580SF. Что это значит? Это значит, что имеет он разрешение HD, длина зонда у эндоскопа 85 миллиметров, диаметр зонда 8 миллиметров и имеет он фокусное расстояние стандарт-фокус. Это от 30 до 100 миллиметров. Присутствуют, как я повторюсь, и более бюджетные варианты, например, на других сайтах. Но они имеют либо более короткий зонд, либо имеют меньшее разрешение изображения, либо у них идет другое фокусное расстояние. Мы закупаемся именно данной модели, потому что именно с таким фокусным расстоянием наиболее объективно можно оценить состояние цилиндров, клапанов и так далее. То есть это идет у нас наиболее часто используемые модели эндоскопов. Вот. И что хотелось бы заключить в данном видео. Если вы хотите использовать эндоскоп чисто для себя, не для автосервиса, можно приобрести самую бюджетную модель. Да, конечно, там вы не увидите каждую царапинку, но при этом общую картину сможете посмотреть. Можно даже в катализатор какой-нибудь залезть и посмотреть состояние вот этих ячеек, потому что диаметр всего лишь 5,5 миллиметров. Но если вы занимаетесь именно автоподбором профессионально, либо у вас автосервис, и вы не хотите тратить время, при этом наиболее объективно, быстро оценить состояние вашего автомобиля, ну или автомобиля, который идет в ремонте, рекомендуем присмотреться именно к эндоскопам фирмы J-PROP. Потому что у них высокое качество изображения, либо две камеры, либо артикуляция, и при этом они надежны. На каждый эндоскоп идет гарантия. Ну и хочу сказать вам спасибо за просмотр. Если будут какие-то у вас вопросы, задавайте их в комментарии, подписывайтесь на канал, и спасибо, ну может быть пишите какие хотите еще увидеть обзоры, либо ответы на вопросы. Прислушиваемся, и конечно же в будущем снимем новое видео. И спасибо вам за просмотр, и всем пока.